Итак, биопсия, если говорить о диагностике, наверное, является завершающим этапом, когда необходимо верифицировать какие-то образования, несет за собой какие-то особенности проведения этой биопсии. Дело в том, что печень и орган, который требует, наверное, особо бережного обращения с собой при применении каких-то малоинвазивных вмешательств, и наступают достаточно грозные осложнения, то, за что мы переживаем больше всего, это осложнения, которые требуют проведения консервативного или оперативного лечения. Зачастую верификации мешают смежные органы, затрудняющие проведение биопсии, повышающие риск возникновения осложнений, привральная полость, артерии, вены, почка. Сложность выполнения манипуляции – это длинная, в некоторых случаях сложная такая траектория доступа с учетом движений при дыхательной экскурсии, что особенно касается небольших образований, ну, в том числе и смежных каких-то органов. И возможности выполнения, ну, при наличии оборудования, опыта, знания, локализации антомических и особенных исследуемых органов и предварительной подготовки после операционного введения пациента, вполне возможно выполнять все эти вмешательства. Мы используем в своей практике все-таки контролируемую биопсию, что касается онкологической практики. Это, может быть, рентгеновский контроль, применение рентгеновского контроля, то, о чем сегодня говорил Павел Васильевич в своем докладе, варианты, да, ультрасонография, компьютерная томография, магниторезонанская томография может применяться, методики биопсии. Ну, в данном случае пойдет речь об проведении биопсии под контролем ультразвука. Методики биопсии включают либо это тонкоигольно-эспирационная биопсия, трепан-биопсия, либо открытая биопсия. Ну, и методики следующие по технике исполнения и применяемую инструментарию. Это могут быть с использованием направляющих, или то, что мы используем, это методика свободной руки без применения каких-либо направляющих. Ну, и, по вероятным осложнениям, их можно отнести к инвазивным и, по существу, оперативным вмешательствам. В чем преимущество ультразвукового наведения? Это доступность его, небольшая стоимость, относительно небольшая стоимость оборудования, мобильность, можно свободно передвинуть этот аппарат, контроль процедуры в режиме реального времени, возможность избегать заведомо неинформативных функций, то есть зоны некроза, каких-то кистозных полостей, либо перифокальной инфильтрации, визуализация крупных сосудистых стволов. Ну, и недостатками является это то, что все-таки это оператор-зависимый метод, облазает низкой разрешающей способностью при глубоко расположенных новообразованиях и служат помехи, непрозрачные для медицинского ультразвука среды. Это газ, костная ткань. Предпосылки для проведения биопсии в амбулаторных условиях. Ну, для нас это, наверное, послужило то, это особенность работы федерального центра. То, что большой поток пациентов из регионов, которым необходимо минимизировать время на проведение различных видов обследования и как можно быстрее приступить к лечению, сложности их нахождения в отрыве от домашних условий. В некоторых случаях это отсутствие необходимых условий для проведения биопсии по месту жительства, отсутствие специалистов, оборудования, возможности госпитализации для этого. Финансовые временные затраты пациентов на перемещение между местом жительства и нашим центром, то есть мы можем, конечно, порекомендовать им выполнение биопсии по месту жительства, но вот это передвижение по нашей гигантской стране все-таки занимает и отнимает большое количество времени и сил. Организационные клинические аспекты проведения биопсии в амбулаторных и стационарных условиях все они проводятся на отделении малой хирургии на базе нашего центра. И также можно отнести к тому, что возможность в условиях нашего центра проведения комплексного обследования, а также осмотра и консультации специалистов на месте с использованием оборудования экспертного класса. Ну а также то, что субъективными предпосылками являются те субъективные предпочтения пациентов на проведение различных манипуляций в условиях федерального центра. Что можно отнести к условиям проведения манипуляций? То, что биопсия печени должна проводиться либо в операционной, либо в манипуляционной, где находятся необходимые оборудования и расходные материалы, ультразвуковый аппарат, автоматические иглы, как правило, режущего гильотинного типа диаметром от 16 до 20 калибра, мы применяем в своей практике 18 калибр игл. Должна проводиться адекватная местная анестезия и подавляющим большинству пациентов, практически 100%, мы проводим все эти манипуляции под местной анестезией. Обязательное динамическое наблюдение в послеоперационном периоде с ультразвуковым и визуальным контролем, в том числе за отделяемым подренажным трубками, если они были установлены в момент или перед манипуляцией. Учетом клинических данных мы ведем специальные, нами разработанные, листы динамического наблюдения за пациентами и возможность оказания экстренной квалифицированной медицинской помощи в случае наступления осложнений. То есть все операционные и специалисты, в том числе реанимация, должны находиться в шаговой доступности от места проведения этих манипуляций. Существует множество версий противопоказаний, которые можно разделить на абсолютно относительные к проведению биопсии печени. Вот одна из версий. В принципе, они все перекликаются. Вот это методические рекомендации биопсии печени, показания и противопоказания 2004 года. Следующий вариант разработан научным обществом гастроэнтерологов России, которые были приняты в Чебоксарах в 2009 году. Они, в принципе, перекликаются и несут под собой невозможность получения информативного согласия, информированного согласия. Геморрагический диатез, выраженное нарушение свертываемости крови, протромбиновый индекс менее 60% ЧТВ, более 35 секунд. Время кровотечения более 7 минут. МНУ более чем 1,2, но это, пожалуй, для амбулаторных условий. В некоторых случаях от этого можно отойти. Тромбоцитопения менее 70 или 60 тысяч по разным авторам и в разных вариантах. Гнойные процессы в печени, брюшной и плевральных полостях, пиодермия, фурнкулез, бильярдная гипертензия, выраженная портальная гипертензия, куда относится варикозное расширение вен пищевода, 2,3 напряженная сытка, энцефалопатия, 3-4 степени, психические заболевания пациента, что не позволяет зачастую найти контакт с пациентом, так называемые неконтактные пациенты, которым весьма и весьма затруднительно провести биопсию, во-первых, под место анестезии, во-вторых, в амбулаторных условиях. Относительно противопоказания можно отнести это недостаточное кровообращение 2-3 степени, гипертоническая болезнь 2-3, артериальное давление на момент манипуляции более 140-150 и 160 мм ртутного столба, анемия, гемоглобин менее 90 г на литр, асцит, воспалительные заболевания вне печеночной локализации в фазе обострения и жидкостные образования печени, гемангиомы и кисты, где не имеет смысла проводить, амалутовый гемангиомы это достаточно опасное мероприятие, особенно поверхностно расположенное, проведение там может закончиться с высокой вероятностью геморрагическими осложнениями. В наиболее, наверное, современном и таким интересным методическими рекомендациями явились рекомендации по биопсии печени, разработанные Британским обществом гастроэнтерологов, Королевским колледжем радиологов и Королевским колледжем патологов. В 2020 году они опубликованы, которые несут, вот гласят о том, что высокий риск проведения биопсии печени за исключением, опять же, гематологических проблем несут за собой неконтактный пациент, механическая желтуха, бактериальный холонгит, асцит, амилоидоз, ожирение и беременность. Но это касается, наверное, общей клинической практики, в онкологической практике все-таки мы достаточно редко сталкиваемся с некоторыми пациентами, за исключением механической желтухи, да, там и амилоидоза. Пожалуй, беременность тоже достаточно редко бывает, когда необходимо выполнять биопсию печени. Ну и некоторые вот эти состояния, которые приводят к высокому риску возникновения осложнений, можно по существу избежать. В частности, асцит. Черезкожная биопсия печени при наличии большого количества жидкости считается относительным противопоказанием к проведению биопсии. Причины в том, что возникают технические проблемы и риск неконтролированного кровотечения в асцитическую жидкости. Вот тот же самый источник, это методические рекомендации британского общества гастроэнтерологов, звучит, что, гласит, что источников в отношении сложений биопсии к печени при асците немного. Если биопсия печени клинически показана пациенту с асцитом большого объема, может быть рассмотрена возможность проведения чрезкожной биопсии под контролем УЗИ или КТ после проведения лапароцентеза с тотальной эвакуацией асцитической жидкости. Пожалуйста, можно задренировать брюшную полость, выполнить лапароцентез, эвакуировать всю жидкость, содержащуюся в животе, и после этого провести биопсию печени. Обязательно оставить дренаж после проведения биопсии печени, который будет служить в том числе и контрольной такой опорной точкой для наблюдения за тем, есть какое-то кровотечение или нет, продолжается оно или оно остановилось. И будет в то же время дренаж достаточного диаметра будет служить также и лечебным таким мероприятием, то есть удалить для того, чтобы удалить какую-то кровь, которая излилась в момент проведения манипуляции в брюшную полость. А вот неконтактное, отказывающееся от сотрудничества пациент, это действительно высокий риск возникновения осложнений, и в большинстве случаев, так как в большинстве случаев отдается предпочтение проведению биопсии печени на фоне задержки дыхания, это снижает вероятность возникновения осложнений, но некоторые пациенты все-таки могут быть не способны к соблюдению этого условия по порядку причин, включая беспокойное такое поведение. Поэтому просто необходимо проведение беседы, найти контакт с пациентом, в некоторых случаях применение каких-то седативных препаратов, ну и в случае, если крайне необходимо провести биопсию печени, то можно выполнить ее под общей анестезией. Опять же, в тех же рекомендациях Британское общество гастроэнтерологов есть очень хорошая таблица по поводу того, что нас действительно постоянно волнует, и по поводу чего мы переживаем, онкологические пациенты очень часто применяют антикоагулянты, антиагреганты по поводу каких-то состоявшихся уже тромбоэмболических осложнений, поэтому есть необходимость проведения биопсии печени. Вот здесь достаточно подробная, неплохо изложена тактика по отмене препаратов или как их необходимо применять, при проведении биопсии печени. Ну, допустим, клопидогрель, там и его препараты этой группы необходимо отменить за 7 дней до проведения биопсии. Если невозможно отменить за 7 дней, то прекратить прием клопидогрела за 24 часа. Может быть использованы переливания тромбоцитов, но рекомендуется все-таки трансвегулярная биопсия печени. Опять же, эти рекомендации касаются общеклинической практики, трансвегулярной, все-таки биопсия печени, наверное, не всегда возможно ее применить или крайне редко возможно применить в случае очаговых поражений печени. Это будет достаточно затруднительно. Вот в данном случае такие рекомендации. Циаспирин 3-7 дней отмены доплановых процедур. При срочных биопсиях прием аспирина может быть продолжен по усмотрению врача. Двойная антиагрегантная терапия – это применение антиагрегантов, двух антиагрегантов разного действия. То есть необходимо звучит так, подумайте, возможно ли отложить биопсию или прекратить прием клопидогрева и всегда продолжить прием аспирина. Дело в том, что эти пациенты получают двойную антиагреганную терапию, как правило, она принята и применяется всегда, после проведения эндоваскулярных реканализирующих процедур на коронарных артериях. И если это непокрытые стенты, то возникает повышенный риск их тромбоза. В отношении как раз покрытых с лекарственным покрытием стентов возникает повышенный риск тромбоза при отмене этих препаратов. Поэтому необходимо подумать, посоветоваться с кардиологом, с кардиохирургом, возможно ли отмена этих препаратов на время проведения биопсии. Диперидамол достаточно пропустить только в день биопсии прием. Низкомолекулярные гепарины, если профилактические дозы, то отменить за 12 часов до манипуляции. Высокие профилактические дозы отменить за 24 часа до манипуляции. Прямые пероральные антикоагулянты – это то, что чаще всего применяют наши пациенты. Их необходимо отменить за 2 дня до процедуры. Я бы сказал, конечно, что мы в некоторых случаях перестраховываемся, и не в некоторых, а практически постоянно. И просим отменить эти препараты за 3 дня до процедуры. Это достаточно эффективная такая профилактическая. Ну и в отношении добегатрана и тексилата, который известен нам под названием, под торговым названием продакса, его необходимо не применять гораздо дольше. И также отмена препаратов прямых пероральных антикоагулянтов при нарушении функции почек, необходимо отменить, то есть тут уже по усмотрению врача, но как минимум 3-4-5 дней. Следующий, извините, можно вернуть назад сейчас. Как возвращается назад? Значит, здесь небольшие такие примеры, небольшие примеры биопсии. Ну вот обычная, простая. Сейчас секундочку еще вернусь назад. Достаточно большие файлы, просто плохо запускается. Можно запустить вашими силами, будьте добры. Значит, вот простая, классическая, достаточная биопсия, когда прямой, абсолютно функционный ход. Достаточно большое образование, если судить по линейке, то порядка 4 сантиметров, доступная для проведения биопсии. Никаких сложностей не возникает, сосудов практически нет на пути. Это биопсия. Вот обычная, типичная биопсия печени. Не переключается. Сейчас. Можно следующий слайд запустить. Следующий слайд – это поверхностные расположенные образования в печени. Они несложные, как правило, для проведения биопсии. И в большинстве рекомендаций мы сталкиваемся с тем, что рекомендуется проводить биопсию образований через здоровую ткань печени. Но из наших наблюдений, к сожалению, статистику такую не проводили, но из наших наблюдений, что риск кровотечения из таких поверхностно-расположенных образований ничем не отличается от риска кровотечения тогда, когда мы пунктируем через здоровую паренхему печени. Эти образования достаточно удобно пунктировать, и технически это несложно. Еще один пример биопсии. Здесь биопсия с использованием такой ломаной траектории или сложной траектории движения иглы. Вы видите, что во время проведения иголки у пациента не совершает какие-то дыхательные движения, поэтому в данном случае оператор подошел и уже подошел к сосуду, но отошел обратно, изменил ход иглы. И хорошо видно, что он миновал сосуд. Вот на последних кадрах, что игла проведена мимо, точнее, рядом с сосудом, сосуд не был поврежден. Ну вот немного о структуре. То, что было выполнено на состояние на прошлый год. У нас в центре выполнено 1402 трепан биопсии печени. В этом году, естественно, количество увеличилось. Процент к остальным вообще биопсиям висцеральным в амбулаторных условиях составил 15,32. Количество зафиксированных осложнений 9. Это кровотечение. 8 пациентов оперированы. 1 пациент с динамическим наблюдением без каких-либо осложнений. Процент осложнений составил 0,64. То есть те, которые потребовали оперативного лечения. Вот небольшая сравнительная таблица вот этих серьезных осложнений висцеральной биопсии в отношении трепан биопсии и образования печени. Мы, в принципе, укладываемся полностью в статистику, представленную на мировом уровне. Это средние данные, которые приведены, вы видите, в этой табличке. Послеоперационный контроль должен обязательно включать в себя ограничение двигательной активности, то есть постельный режим и наблюдение в период до 2 часов после проведения биопсии. Контроль ультразвуковой у нас проводится сразу после проведения манипуляции, через 2 часа после проведения биопсии. При необходимости контроль в процессе наблюдения без ограничений по временным интервалам. При болевом синдроме мы вводим НПВС и при необходимости лабораторный контроль показателей крови, но это в случае, если мы подозреваем какие-то осложнения либо какие-то осложнения уже наступили, мы видим. Компьютерная томография является палочкой-выручалочкой. Это объективный метод диагностики при подозрении на осложнение проведенной биопсии печени. И это тот метод, к которому прибегаем благодаря нашим коллегам, которые нас очень сильно выручают в диагностике ранних осложнений, точнее осложнений проведения после биопсии печени. В заключение я хотел бы сказать, что применение биопсии печени в амбулаторных условиях допустимо и может применяться в повседневной онкологической практике. Количество осложнений после проведения амбулаторных биопсий соответствует общим мировым статистическим данным и соблюдение условий наблюдения позволяет своевременно выявить осложнение провести лечение на последующих этапах. Благодарю вас за внимание. Спасибо.